Британия является чуть ли не единственным нашим партнёром, который действительно оказывает нам военную помощь и помогает во всех военных программах, в том числе и натовских. Британия на сегодняшний день является основным лоббистом Украины в Евросоюзе. Не Германия, не Италия, не Польша. Это правда, а Британия. Поэтому надо рассматривать ещё один вопрос. На сегодняшний день чётко известно, что главным претендентом на премьерство рассматривается Борис Джонсон, который не является симпатиком Украины. И давайте рассмотрим ещё одной коннотацией. Если в Америке побеждает Трамп, а Борис Джонсон становится премьер-министром Великобритании, то это не самые хорошие сигналы для Украины. Амари Ли Пен во Франции. Амари Ли Пен во Франции, это гарантированно, но список, наверное, нужно продолжать. Я могу объяснить ситуацию, надо рассматривать ещё почему. Потому что Украина на сегодняшний день не субъект мировой политики, а объект. Мы не влияем, поэтому нужно действительно переходить от пассивной позиции к проактивной. И только таким способом Украина сможет не просто заставлять кого-то прислушаться, а влиять на свою собственную судьбу. Спасибо.